МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...минимум 75 тысяч казахстанских студентов. Именно такую задачу перед вузами поставил Нурсултан Назарбаев в своей последней программе и обращении о пяти социальных инициативах. Улучшить условия проживания студенческой молодежи будут за счет участия частного капитала. О механизмах государственного частного партнерства в решении третьей инициативы президента мы и будем говорить сегодня с нашей героиней, Даной Ешимовой, заместителем председателя Казахстанского центра государственного частного партнерства. Данна Калбековна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вместе с нами. Занимаетесь крайне важной и необходимой работой. Я думаю, сегодня у нас получится информативная беседа. Я думаю, что да. Вам же, дорогие друзья, тем временем хотел бы напомнить, что вы точно так же можете в этом диалоге принимать участие, потому что наша программа, как всегда, интерактивна. Мы работаем в прямом эфире. Я с удовольствием приглашаю вас присоединиться к этой беседе. Телефон нашей студии 757-681, код города Астаны 71-72. Рибаша, можете отправлять свои комментарии и вопросы на наш электронный адрес, адрес нашей редакции, сейчас вы видите на своих экранах. Кстати, кое-какие вопросы уже к нашей героине пришли сегодня. Ну и прежде чем мы все-таки начнем нашу дискуссию, давайте вместе посмотрим один очень интересный сюжет. В Казахстане больше полумиллиона студентов. Около 40 из них нуждаются в общежитиях. Среди них будущий публицист Алмаз Клышбаев. У студента Тарасского государственного университета нет свободного времени. Все потому, что юноша до обеда на учебе, а после идет на работу. Большая часть дохода у парня уходит на аренду жилья. Я живу в этой квартире уже с начала этого года. В универ идти сперва 10 минут до остановки, а потом на автобусе около получаса. Соответственно, хотелось бы жить, конечно, в общежитии. Хотелось бы жить в общежитии Алмазу. И мне кажется, так же, как Алмазу, огромному количеству десятков, может быть, даже сотен тысяч студентов, которые учатся в нашей стране. Вы знаете, социологи Британии, к примеру, отметили, что успеваемость студентов и вообще любых обучающихся людей во многом зависит от того качества, в котором они проживают. Да, Нана Кобяковна, это очень важный момент. Мне кажется, очень своевременный сейчас вопрос этот глава государства наш поднял, особенно в своем последнем послании. Ну, что мы можем сказать о подобных механизмах? Что можем сказать, когда по-настоящему наши студенты впервые начнут ощущать уже новые условия своего проживания? Ну, надо однозначно сказать, что новые условия проживания дадут новый вообще импульс, наверное, и качество образования. Глава государства, который, в принципе, со своими инициативами выступил, он сказал, что для качественного образования нужен качественный уровень проживания именно в общежитиях. Что это означает? Мы провели некий анализ в целом по тому, как это делается в мире, потому что мировой стандарт качества образования, он выстраивался годами, и мы к этому стремимся. У нас сегодня есть хорошая практика на Зарбаев университетах, где, в принципе, сразу строятся и общежития. В целом, надо сказать, что общежитие — это некий социальный хаб студентов, который дает много преимуществ, логистику, и, соответственно, очень много экономит как времени, так и решает большие социальные задачи. Поэтому я думаю, что тот посыл, который глава государства поставил как задачу для нашей молодежи, он действительно своевременный, он требует решения, и это, в принципе, можно решить. Данна Клубиковна, если говорить про строительство абсолютно новой инфраструктуры, новых кампусов, новых вузов, новых общежитий, это все, в принципе, понятно, просто здесь велосипед придумать не надо. Очень много есть хороших примеров уже даже в нашей стране. Но ведь мы сталкиваемся с проблемой, что существует уже огромное количество вузов, у которых сама по себе инфраструктура, общежития недостаточно, либо находятся в очень плачевном состоянии. Сегодня существует уже конкретное понимание и механизм, как вот в формате ГЧП будет реализовываться это строительство новых общежитий к уже существующим вузам. Действительно, значит, есть некий формат, который вырабатывает правительство совместно с Министерством образования и науки. Мы в этом вопросе, значит, вырабатываем подходы по ГЧП. Необходимо сразу сказать, что новый формат общежитий, это не просто формат того, что надо выстроить коробки и обеспечить просто условия. Здесь необходима полная логистика для того, чтобы это было понимание того, какую доходность это составит для частного сектора, потому что им строить и обслуживать данное общежитие. Здесь очень важен вопрос, какая же плата будет для студентов, которые будут жить в этих общежитиях. И этот механизм, он немаловажен. В-третьих, это, естественно, сколько данный вопрос повысит качество и уровень образования. То есть, чтобы не получилось, что у нас будет там чуть ли не пятизвездочный отель, но при этом качество образования не улучшится. Соответственно, нужно такое взаимодействие, в котором студент почувствует себя в тех условиях, именно по образованию и условиям проживания, где он, можно сказать, достойная студенческая жизнь такая, которая даст новые какие-то шаги для его дальнейшего вложения в рамках вклада государства. Вот то, что вы сейчас описали, лично у меня складывает такое ощущение, что вопрос пока находится в достаточно сыром состоянии. Вот смотрите, если, к примеру, обратиться к министерству образования, о котором вы сейчас сказали, я слышал о том, что они говорят, что этот вопрос требует тщательной проработки, что вы сейчас, в принципе, повторили, некие подзаконные акты внесения дополнительных изменений в закон ОГЧП в целом и так далее. Вообще, когда механизм реалистично начнет работать? Ну, сугубо, наверное, это моя точка зрения, в честь того, что любой законодательный механизм, он требует своей проработки, и, соответственно, внесения изменений в законодательные акты, это процесс, который надо решать в парламенте. Соответственно, все эти инициативы, минимум, это 2-3 месяца, мы думаем, что, скорее всего, где-то это летняя сессия, может до конца летней сессии, возможно, это и решится. Но в целом программа обеспечена деньгами, глава государства об этом заявил, и мы думаем, что, наверное, на эту программу те ресурсы, которые будут необходимы, если в среднем это 75 тысяч мест, условно где-то одно общежитие, примерно 1 миллиард строительства общежития, соответственно, мы так предполагаем, что это не менее 75 общежитий, это наш аналитический подход, и мы так примерно предполагаем, и думаем, что это не менее 75 миллиардов вложений, которые необходимо сделать государству. От государства? От государства. А данные, как вы, как вы? Здесь надо сразу отметить, это от государства, либо от частного сектора, все зависит от схемы структурирования самого проекта, потому что сегодня общежитие должно превратиться в социальный хаб, то есть там должны быть достаточные условия того, что там будет прачечник, то есть мы должны международный стандарт, если перенимаем по качеству образования, мы должны его перенять и по условиям проживания, то есть там должны быть достойные столовые. Не советской системы. Да, да, там должно быть настолько все современно, и при этом за эту эксплуатацию и обслуживание должен отвечать частник. Он должен создавать коммерческие условия, и при этом не забывая, что это социальный проект, и именно это и есть регуляторное воздействие государства, когда мы будем решать эти вопросы. Злана Кубайковна, ну, первое, скажем так, сразу два таких подвопроса. Первое, о чем сейчас, наверное, подумали многие скептики наши, опять собираются государственные деньги в это дело направить. А второе, который вопрос, вот я все-таки хочу понять в этой ситуации, вы, само собой, в рамках этих трех месяцев не дремлите, некую домашнюю работу вы в любом случае проводите. Сегодня есть понимание и анализ рынка, вот само по себе частному предпринимательству, частному бизнесу, подобная форма, данная схема, она вообще интересна? И вообще это специфика этих общежитий? Вот я бы сказала, что мы действительно не дремлим. Мы более уже, ну, даже не двух месяцев, мы более двух лет занимаемся вопросами общежитий и ГЧП, и не только для студентов общежития. То есть у нас есть военнослужащие и все прочее, прочее, да? То есть это очень хороший рынок для частного сектора. Если государство в рамках ГЧП гарантирует гарантию потребления и говорит о том, что я буду за, там, одного студента, за одного проживающего плачевать такую-то сумму, может быть, это в рамках неких субсидий, то есть это непрямые субсидии, да, но это поддержка для того, чтобы тариф для студента не был слишком высокий, возможно. Но опять-таки это все зависит от самой структуры проекта, насколько, это в каком городе общежитие будет находиться, в каком месте, проходимое, непроходимое, либо же, если земельный участок, инфраструктура, все уже будет подведено, и место будет настолько привлекательным, возможно, что здесь помощи государству не нужно будет, потому что сегодня основной это земля, инфраструктура, которая необходима частному сектору. В этой связи, я думаю, что скептически к этому вопросу не надо относиться, уже импульс дан, и мы все в этой проработке, мы уже разработали несколько моделей, мы их предложили, и мы ожидаем все-таки, что они найдут свое отражение. То есть можно практически сказать, некая беспроигрышная бизнес-модель, которая на самом деле может очень скоро заработать. 757-681, я вам напоминаю, это телефон нашей студии. Как мне подсказывают, у нас есть уже телефонный звонок, к нам дозвонились. Добрый день, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Меня слышно, да? Да, да, пожалуйста. А у меня такой вопрос. К примеру, вот у нас есть финансовые институты, ну, банки второго уровня. Они получают помощь от государства финансовую. И вот вопрос, эти БВУ, банки готовы ли финансировать социальный проект, ну, вот как строительство общежитий, участок проекта ГЧП. Такая вообще модель в целом, даже не затрагивает только общежитие, она вообще применима? Она действительно применима. Я думаю, что для банков она будет интересна, потому что государство будет нести некую гарантию потребления. Соответственно, это, значит, возмещение неких затрат частного сектора. Соответственно, когда мы идем, когда частный сектор пойдет привлекаться в банки, если они идут с успешной моделью сотрудничества с государством, то есть у них есть договор ГЧП, данный вопрос, я думаю, будет решен банками. Это, во-первых. Во-вторых, сейчас национальным банком совместно с правительством уже прорабатывается вопрос, в этом не участвует и ассоциация финансистов, прорабатывается вопрос того, чтобы решить твердыми, то есть те платежи, которые идут от государства, были твердыми залогами. Администрации президенту уже были даны такие поручения, правительство дало поручения, и этот вопрос на селезном контракте. Данна Кулакова, а если продолжать тему финансирования, вот здесь сами по себе эти инвестиции или возможность участия в этом проекте, она открыта только для казахстанского предпринимательства, либо же иностранный инвестор тоже может, в принципе, здесь поучаствовать? У нас ограничений абсолютно никаких нет, здесь может участвовать как отечественный бизнес, так и иностранный. То есть здесь вообще никаких ограничений нет в рамках общей такой практики политики. Я хотел бы, дорогие друзья, обратиться опять-таки к нашему интерактиву, к социальным сетям, нам пришли уже вопросы, мы анонсировали эту тему, и огромное количество вопросов пришло на наш электронный адрес. Вот что спрашивают. А студенты боятся, что как раз-таки со строительством новых общежитий, с участием ГЧП будет повышена оплата за проживание? Данный вопрос такой вот, он интересный действительно. Мы когда-то проводили такой анализ, и он что показал? В принципе, стоимость одного места в общежитии варьируется от 70 долларов до 1000 долларов. Самые дорогие общежития, это у нас получается Великобритания и Америка. От 70 долларов начинаются Чехии, Китай и так далее. Все зависит от того, опять-таки, как мы и знаем с вами, да, то есть какой-то отель. Одна звезда, две, три, какие там условия. И здесь важно понимание, какие условия и какие требования к застройке выставим мы, как государство, и готов ли бизнес строить и обслуживать такие здания. А у нас существует уже некая стандартизация, вот так называемые общежития будущего. Какими мы их вообще видим? Это тоже будет некая категорийность? Конечно. Номер люкс, номер там, не знаю, средний, номер эконом. Ну, сугубо моя точка зрения, пока сказать, что у нас есть там какая-то категорийность, тяжело. Моя точка зрения того, что вот мы из мировых стандартов видим, это общежитие, в котором есть кровать, то есть комната, в которой проживает от одного до трех человек, не более. Есть кровать, рабочее место, значит, все, что необходимо для обучения, но при этом есть жесткие требования для проживания. То есть там 5-7 пунктов, которые ты обязан просто исполнять как конституцию этого общежития. Следовательно, в одних общежитиях кухня выделена на этаже, в других, наоборот, значит, рядом с комнатой имеется кухня, да, то есть как отдельная комната. Все зависит от того, как мы будем проектировать, что мы будем выдавать в требования частному сектору. Соответственно, я думаю, что даже мирового уровня, если мы строим общежитие, то есть там на уровне пяти звезд, ну, требований таких нет, и думаю, что это должно быть качественно. Спасибо, спасибо, Дана Кулбековна. Мы очень, конечно, с нетерпением ждем теперь реализации этого проекта, потому что, дорогие друзья, все мы вместе понимаем, а то, с чего, кстати, мы начали нашу программу, что само по себе общежитие – это не разрывная часть вообще образовательного процесса, это одна главная задача по воспитанию, конечно же, очень качественного человеческого капитала завтра. Давайте об этом будем помнить и надеяться, что и в этом плане мы тоже наведем порядок очень скоро в нашей стране. Я вас благодарю за эту беседу. Спасибо. А вам хотел бы еще раз напомнить, дорогие друзья, что сегодня героиней нашей программы была Дана Ешимова, заместитель председателя Казахстанского центра государственного частного партнерства. Мы с вами прощаемся, увидимся, как всегда, здесь же, в эфире телеканала «Хабар», в программе «Важно знать». Пусть у вас все будет хорошо и будем, как всегда, на связи. Редактор субтитров А.Семкин